Всем привет! Сегодня я выполню запрос моей подруги, выступающим под ником Калкатка, которая попросила меня показать мою коллекцию ремней. Достаточно необычный запрос. Честно говоря, хоть убедите, я не помню на каком канале это было сделано. На русскоязычном или англоязычном, но поскольку она говорит и на русском, и на английском языке, я думаю, она останется довольна и русскоязычным вариантом тоже. Прежде всего, маленькое-коротенькое-коротенькое отступление. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что мой образ сегодня, он создан под впечатлением от вот этого аромата от Оскара де Лоренто, называется Бамбу. И послужил мне вдохновением не сколько даже сам аромат, сколько оформлением его бутылочки. Если вы можете заметить, я тоже решила одеться в такие лимонно-ядрено-желто-зеленые цвета и нанесла такую ярко-кораллово-розовую помаду. Мне кажется, это очень свежее, очень озорное сочетание, и я как-то очень, не знаю, вдохновилась этим ароматом. Как раз сяем на пшик, сижу, благоухаю свеже-зеленый скошенной травой и бамбуком. Ну и перейдем к ремням. Сначала я вам покажу две небольшие покупки из этой категории, которую я недавно сделала в Outlet бренда. Вот зачем они придумывают такие имена? Невозможно же просчитать. BCBG Maxazria. Давайте я просто буду называть Maxazria, потому что это невозможно произнести все сразу. И надо вам сказать, что несмотря на то, что очень я люблю этот бренд Maxazria, то, что у них часто можно найти в Outlet, по-моему, сделано для Outlet. То есть это не вещи, которые поступили из магазинов в дисконтный магазин, а именно были сделаны где-то в Китае, на какой-то там фабрике. На них были наклеены ярлыки Maxazria Outlet, и вот они там продаются. Одним из свидетельств этого я бы назвала, и это, по-моему, стопроцентное доказательство их вероломства, это ценники. Если вы внимательно посмотрите на этот ценник, я сразу не заметила. Казалось бы, зачернута цена, она не написана другая. Но если еще вы внимательнее посмотрите, вы заметите, что это напечатанная красная цена. И зачеркивание тоже напечатанная. То есть этот ценник изначально так выглядел. Вот за кого они нас держат, дурят нашего брата, как я не знаю кого. Со мной это прокатило, но я, в принципе, не жалею о своих покупках, потому что ремни мне очень понравились. Но, в принципе, на мой взгляд, это очень аморальное и даже какое-то глупое поведение производителей, потому что, что думаете, вот человек не различит напечатанную цену от рукописной, я не знаю. По-моему, это просто плевогу в душу всем любительницам моды и шопинга, так что у Макс Азрия минус вам 10 баллов за это. Однако, сами ремни мне понравились, и, в принципе, мне не так уж и жалко, что я заплатила за них эти деньги. Бог с ними. Первый ремень, который я купила, я купила два эластичных ремня. Вот здесь такая вот, как это у нас называется, макраме, не макраме, такая какая-то вязка, такое плетение из веревки. Цвет бело-топленый, ivory, иначе он называется. Такие вставки здесь есть из искусственной кожи, темно-коричневого цвета, и вот остальное, это, собственно, тянущаяся резина. Очень элегантно смотрится этот ремень, если вы себе представите. Можно его носить и вот этим плетением вперед, или если же вам хочется чего-то более структуризированного, структурного и минималистичного, то вы можете носить вот это вот впереди, и сзади у вас будет такая неожиданная ажурная такая деталь, такой акцент необычный. Очень я люблю, уже, как вы видите, сняла с него ценник, я уже его потаскала немножко. И второй ремень, который тоже самое, он был отмечен, что он был на скидке, купила я его приблизительно за 7 или 8 долларов, однако цена его таковой и была изначально. Тем не менее, на мой взгляд, обалденная цена для такого ремня. Мне он напоминает гостиную дома моих друзей, которые живут в горах. Шикарный совершенно, конечно, дом. Мне, наверное, вообще такого никогда себе не заполучить. Но когда они его строили и занимались украшением интерьера, они попросили одного начинающего дизайнера интерьеров им помочь, и эта женщина сделала просто невероятную работу. Особенно мне нравится гостиная. Гостиная у них, извините, вот такие лирические оступления, в таких вот тонах. То есть это такой чуть ли не холодный серый цвет, и аксессуары у них гостиной вот такого вот темно-бронзового, такого золотисто-оловянного цвета. Это выглядит настолько элегантно. Элегантно. Я даже не могу вам описать. Вот когда я увидела этот ремень, у меня возникли точно такие же ассоциации. Мне очень нравится, что он не черный и не бежевый. Мне кажется, это настолько элегантное сочетание. Вы можете носить этот ремень и с теплыми оттенками, и с холодными. Именно потому, что здесь идет такое вот сочетание совсем разных оттенков, которые сами по себе достаточно нейтральны. Обалденнейший просто ремень. Очень он красиво смотрится, и хочу я вам как-нибудь сделать, если успею, outfit of the day, наряд дня вот с этим ремнем. И у меня есть такой вот кафтан, не кафтан. Ну, в общем, я потом вам покажу. Вот такие две покупки. Совершенно бесценное добавление к моей коллекции ремней, кое совсем не мала. Ну, а теперь я вам покажу то, что у меня уже есть. Я вам показываю не все ремни, а только те, которые считаю любимыми. Есть, конечно, уже у меня и про промахи в этом плане, но тем не менее, вот этот мой любимый белый ремень широкий, который я часто ношу с джинсами. Как вы видите, он такой немножко... Как же это показать? Уже скругленной формы. То есть он хорошо ложится по бедру и нигде не топорщится. И вот у него два таких бежевых небольших акцента. Очень нравится мне этот ремень, он очень удобный. Я его купила еще в Москве. Стоил он приблизительно 1000 рублей. Купила я его где-то в переходе. Обалденного качества вещь. Знаете, как иногда бывает, можно купить в фирменном магазине, и через два дня это развалится. А иногда вот купишь такое баловство, и оно живет годами. И выглядит просто великолепно. Очень-очень хорошего качества кожаный ремень оказался. Есть у меня такой классический серебристый ремень, который средней ширины, и он великолепно выглядит с яркими джинсами. Ну и как вы можете понять, со всеми практически предметами одежды, в коих уместен серебристый металлический оттенок. Очень люблю этот ремень. Купила я его, вот честно говоря, не помню. Обычно я ремни свои покупаю либо в Marshalls, либо в каких-то других дисконтных магазинах, но иногда попадаются ремни из Macy's тоже. Вот этот ремень, он кожаный, он из состаренного, состаренного такого цвета кожи, бронзового цвета. Он достаточно тонкий, это натуральная кожа. У него есть такое ребристое немножко тиснение. Не тиснение, а даже прорези какие-то, если вы видите. Обалденно красивый ремешок, тем более, что он такой вот, казалось бы, не очень большой, но вот когда он где-то вот так вот проблескивает, как-то он своим элегантным темно-бронзовым цветом всегда теняет ту или иную предмет одежды, который на мне надет. Купила я его с британского магазина Asus.com. Они высылают, по-моему, почти во все страны мира, и, соответственно, в Америку тоже. С большим удовольствием приобрела у них вот такой ремень. Этот ремень я купила еще в Москве. Это кожа, и купила я его в Аксессор Айс на какой-то тоже огромной скидке за 300 рублей. Но, к сожалению, несмотря на обалденную красоту этого плетеного ремня, такого сливового цвета, я не могу придумать, с чем его одеть. Вот хоть убейте, не могу. Как-то нигде он у меня вот не играет. И я бы с удовольствием отдала бы его кому-нибудь, кому он придется больше по душе. Но вот мне как-то он не пришелся ко двору, и вот он у меня просто висит, такой красивый и одинокий. Хотя с ремень по сам себе очень неплох. Вот этот ремень у меня из Мэйсиса. Это бренд Ellen Tracy. Мне очень понравилось, что этот нейтральный темно-коричневый, такой вот как чуть ли не сливовый, какой-то кремово-темно-коричневый цвет, что он сочетается с большой удлиненной квадратной пряжкой и вот этими вот серебристыми, золотистыми реечками. Какое-то что-то в этом есть такое очень элегантное и стильное, на мой взгляд. Опять же, сочетание серебряного и золотого, я не знаю, если камера это показывает, придает ему некую универсальность в плане того, что какие аксессуары с ним любопытные можно надеть. Обалденный веселенький летний ремешок. Вот такой у меня ярко-лавандового цвета. Я его уже пару раз потаскала с большим удовольствием с шортами. Такой вот у меня ремешок двойной, который можно перевернуть и сделать либо белым, либо золотым. Это уже такой яркий желто-золотой цвет. Я его тоже ношу с большим удовольствием, но он мне чуть-чуть великоват, поэтому ношу я его только на бедрах. Такой замечательный, очень интересный ремешок, тоже из Асоса. Это Нубук, если я правильно понимаю. Вот такой ремешок с золотой пряжкой посередине и закрывается он сзади, вот на такую продеваемую кнопку, не кнопку, но вот такой штырек. Вот так он носится. Приятный такой желто-голубой цвет. Голубой с желтоватым подтоном. Очень мне нравится, очень деликатный поясок. И что-то в этом есть, такое слямзанное с гучи, по-моему. Но тем не менее. Очень приятная вещичка, и стоил он недорого. Мой один из любимейших таких casual, расслабленных ремешков, такого запеченного, темного, такого вкусного оранжевого цвета. Но он очень простой, это не кожа, это кожезаменитель. Купила я его тоже там долларов за 7, может быть, не более того. Это мой любимый такой рокерский ремень, ремень с пряхой. При том, что я не очень люблю крупные ремни, поэтому моя пряха, она такая. Вроде бы и пряха, а вроде бы и нет. Это такая вот имитация проволоки, обмотанной. Хотя это one piece, то есть самой проволоки здесь нет. И вот это черная такая вот кожа. Замечательный ремень. Много у него дополнительных функций. А это ремешок, я шучу, из Мейсиса. Это вот такой нейтральный очень ремешок. Я его надеваю, когда ну совсем не знаю, что подобрать. Он достаточно симпатичный, он тоже двойной. То есть можно вот так вот перевернуть. И они стороны совершенно одинакового цвета, они бежево-молочно-белые. И просто у одной вот такое тиснение, более как в крапинку какую-то. Вот такого вот вида. А с другой стороны оно более размытое, какое-то такое акварельное. Один из самых-самых-самых моих любимых ремней, который уже умудрился поломаться. Надо его починить. От него отвалилось такой набалдашничек только был. Это ремень из Асоса, который можно носить вот передом здесь, чтобы был необычный яркий в стиле Versace акцент сзади. Либо же вот прям так и одевать. Я обожаю этот ремень. Он украшает и придает некую остроту, восприятие многим моим топам и платьям, которые сами по себе как бы не то, не сё. Очень я его люблю. Стоил он, по-моему, долларов 20, но я не жалею, что его провела. Единственное, что мне нужно как-нибудь примотать обратно центральную. Вот там была такая тоже камушек всталь. А может быть и ничего, и без неё. Так он немножко построже. Надо только леску вынуть, которая торчит. А так, обалденный ремень. Я даже не могу, наверное, словами передать, насколько я его люблю. Вот иногда такой аксессуар, который на первый взгляд кажется слегка гадий, то есть крикливым, что ли, или каким-то уж совсем странноватым. Ну и, конечно же, поскольку я ещё помню 90-е, всё, что отдаёт 90-ми или 80-ми, у меня вызывает какой-то нервный испуг. Но, тем не менее, вот этот ремень очень хорош. Он, когда носится именно вот на талии, великолепен, просто великолепен. Ну и мы почти подошли к концу. Есть у меня чёрный, более узкий ремешок, обтянутый такой лакированной кожей. И этот чёрный цвет, он такой, какой-то немножко с золотистыми, бронзовыми вкраплениями. Трудно это передать на камере. Но, тем не менее, этот чёрный больше такого тёплого подтона. Очень я его люблю, он очень элегантный и всегда меня выручает, когда, опять же, я не знаю, что надеть. С этим ремешком я помучилась. Вообще, это два ремня, соединённые в один. Вот эта тёмно-коричневая часть, это был один ремень, от которого отвалилось всё остальное. А вот это вот, более такого кирпичного, терракотового, коричневого цвета, это другой ремень, который шёл вместе с летним платьем, которое быстро вышло и строило, чуть ли не после второй стирки. И также, сама пряжка вот этого вот более светлого ремня, она была сделана вот из какого-то вот такого материала, который гнулся, постоянно выскакивало из него штырёк, поэтому пояс начинал спадать. В общем, что я сделала? Я отрезала эту пряжку и просто вот тупо приклеила пряжку от другого ремня. И вот теперь у меня получилось вот такой вот color-blocked, такой соединённый из различных оттенков коричневого ремня. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в застёгнутом виде. Выглядит он вот так. На мой взгляд, вполне себе оригинально, он даже стал интереснее, как мне кажется, от такой модификации. Единственное, что он немножко длиннее стал, поэтому, может быть, я его чуть-чуть вот внутрь здесь ушью, и тогда будет совершенно идеально. Вообще, люблю я, конечно, копаться со своими аксуарами и одеждой. Я, при том, что я не умею шить в таком глобальном смысле, но я люблю вот тут что-то подделать, тут что-то подделать, тут сборочку сделать, тут что-то подшить, как-то немножко модернизировать вещи, которые, возможно, не идеально сидят на моей фигуре или, допустим, несколько простовато или скучновато выглядят. Так вот совсем чуть-чуть иногда можно поиграться, но это, конечно, тоже чревато своими неудачами. Ну вот это вся моя коллекция ремней. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставляйте их внизу, и всем хорошего дня! Пока!